Башкирская содовая компания, одно из крупнейших химических предприятий России, и ее продукция известна и востребована далеко за пределами страны. Но внешние факторы в такой ситуации бьют по БСК еще сильнее. Так, шестой пакет санкций ударил по производству каустик. Европейским производителям запретили отправлять необходимое для производства ПВХ сырье. И, несмотря на долгие годы сотрудничества, с западными коллегами БСК оказалось без инициаторов. Среди прекращения поставок сырья бельгийского производства цех был на грани остановки. Но благодаря оперативным действиям управления снабжением был подобран аналог бельгийскому инициатору и была проведена поставка сырья китайского производства. Совместно с инженерами ИПЦ и цеха номер 23 было проведено испытание данного сырья. Сырье было принято в производство. Однако работа на этом сырье вызывала определенные трудности. Отсюда и снижение отгрузки ПВХ. Одна из основных проблем – китайский инициатор нельзя добавлять в реактор постепенно, а можно только в начале процесса. Это сильно уменьшает его эффективность и вызывает другие побочные проблемы. Ну, сложность в чем? Сам процесс полимеризации стал длиннее. Если раньше было все на автомате, то с этим инициатором у нас… Мы все делали сами, все клапаны открывались сами, то есть следили за процессом, за каждым реактором мы следили отдельно. Потом все стало вручном ввели, да, процесс ввели вручном. В полгода специалисты БСК и китайские партнеры потратили на доработку инициатора. В начале января опытная партия успешно прошла испытания. Эффективность – аналогичное уровню инициатора европейского производства. Операторы теперь вновь могут контролировать поступление инициатора в реактор, а он, в свою очередь, гораздо меньше нуждается в очистке. Говоря простым языком, забот у персонала цеха стало меньше, а ведь недавно они переживали из-за возможной остановки производства. Когда санкции появились с Европы, у нас за одно время вообще, триганок шлистал, думали, вообще цех закроют там, что такое. Ну, естественно, коллектив переживает. Как говорится, нет работы, нет дохода, ну и все остальное. Ну, оно, как сказать, мы так и думали, все равно выход найдут. Потому что руководство ответственное, как говорится, вы же сами знаете, они, как сказать, для нас тоже все делают, чтобы мы без работы не остались. Теперь цех планирует уже весной выйти на свои традиционно сильные показатели. Это около 270 тысяч тонн ПВХ в год, плюс несвернутая программа модернизации. В частности, ведутся работы по улучшению узлов дегазации, которые в дальнейшем помогут улучшить экологичность и эффективность производства. Продолжение следует...